Медики бьют во все колокола. Исчезновение так называемых курительных смесей из одесских магазинов и в интернете никак не улучшает ситуацию. Врачи реанимации отмечают прогрессию в количестве передозировок новыми формулами спайсов. И также растет и количество летальных случаев. Что же прячут наркокурьеры в ваших подъездах и в ваших дворах? В этой теме разбирался мой коллега Игорь Хмурый. Ему слово. Каждое поколение современной Украины приносит часть молодежи в жертву наркомании. В 90-е это были инъекционные вещества, ацетилированный опий или героин. В нулевые студенты массово меняли здоровье на травмодол и прочую аптечную дрянь. Народ поднимался на бунты, скандал вышел далеко за границу страны. Увы, но современная молодежь, кажется, уже выбрала свой собственный бич. Это так называемые легальные наркотики. Попить нету? Ты наркоман, что ли? Нет. А зачем курил? Что? Зачем курил? Аааа. Это более серьезный бич, по той причине, что оно стало очень доступным. И, по всей видимости, много производителей, которые это выпускают, и контроля над этим никакого нет. Естественно, что за формы они предлагают, никому не известно. И что от этого и ожидать, тоже человек, который пытается это использовать, не может знать. Точно так же, как и мы в этих ситуациях оказываемся в затруднительном состоянии, потому что мы реально не понимаем, с чем мы сталкиваемся. Мы видим, что это наркотическое опьянение. Но какое вещество к этому привело, зачастую невозможно выяснить. Владимир Георгиевич возглавляет отделение интенсивной терапии экстракорпоральных методов интоксикации. К нему привозят только совершеннолетних пациентов с критической передозировкой, которых забрали неподалеку. Доктор говорит, даже если человеку удается спасти, зачастую он остается инвалидом на всю жизнь. Перестают работать почки, легкие, да и мозг оправиться полностью уже не способен. Сейчас эти случаи, к сожалению, участились. В месяц мы видим порядка 15-20 случаев различной степени тяжести и с различными сроками, скажем так, лечения. То есть состояние, в котором привозят уже к нам людей в отделении интенсивной терапии, это терминальное состояние, которое, по сути, уже можно приравнивать к агонии. Раньше спайсы продавались в Одессе открыто, прямо в магазинах. Правоохранители разводили руками, мол, химические формулы не запрещены. Потом наркоточки стали громить и сжечь. Тогда формулы внесли в черный список. Но им на смену пришли новые. Еще мощнее, еще смертельнее. И так по кругу. В итоге спайсы ушли в интернет. Теперь их оплачивают дистанционно, а курьеры прячут смертельные порции по всему городу. Кто, чем и в каких пропорциях поливает растительную основу, остается на совести дилеров. Если это слово здесь применимо. У нас от отравления в прошлом году погибло 25 человек. То есть это достаточно большой процент. Но еще раз повторюсь, к нам поступают пациенты в терминальном состоянии. То есть тех пациентов, которые с отравлениями, с нарушениями какими-то психическими, поведенческими, они зачастую оказываются в наркоклиниках, либо в психиатрических клиниках. То есть мы все-таки видим пациентов именно с нарушениями жизненных функций. Владимир Георгиевич говорит, спайсы опасны тем, что кажутся безобидными. Поэтому беда приходит и в богатые, успешные семьи. Также базовый уровень здоровья не играет особой роли. Наоборот, к ним отделение зачастую привозят молодых и крепких ребят. Те дозы, которые они туда напыляют, на эти спайсы, на эти травы, на всевозможные, скажем так, те средства, которые используются, они неизвестны. И люди даже те, которые этим занимают, они этого контролировать не могут. Потому, конечно, кому-то может быть две затяжки достаточно, кто-то может сделать три. Но, тем не менее, конечный результат может быть очень печальный и непредсказуемый. Правоохранители периодически задерживают курьеров, но особой погоды это не делает. Интернет пестрит от наркосайтов, а весь город буквально исписан номерами скайпов и мобильников барыг. Кто-то скажет, свинья везде найдет болото. Но далеко не все погибшие были наркоманами. Многие пробовали чуть ли не в первый раз. Так, шутки ради. Но в каждой шутке есть только доля шутки. И похоже, что скоро нам всем может стать не до смеха. Игорь Хмур, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Субтитры подогнал «Симон»!